Я Алексей и это программа День Люди События. Наш день 27 января. День воинской славы России, день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привел к сотням тысяч смертей среди жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться, работали административные детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работы ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт. 18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной. В результате побед советских вооруженных сил в Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 1943, начале 1944 года сложились благоприятные условия для проведения крупной наступательной операции под Ленинградом и Новгородом. 14 января советские войска перешли в наступление с Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село. После упорных боев 20 января советские войска соединились в районе Ропши и ликвидировали окруженную Петерговско-Стрельнинскую группировку врага. Одновременно 14 января советские войска перешли в наступление в районе Новгорода, а 16 января, на Любанском направлении, 20 января освободили Новгород. 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня фашистскую блокаду города. В ознаменовании окончательного снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют. В настоящее время в этот день в городе проходят различные праздничные и памятные мероприятия, чествование ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей города, кто пережил эти страшные дни блокады.